Учебная онлайн-платформа и новые технологии для наших детей. Важные темы обсудили на форуме образования и пространства возможностей. Губернатор Сергей Морозов выступил перед публикой, обозначил векторы развития в сфере обучения юных ульяновцев. За основу взят указ президента от 2018 года. В первую очередь Россия должна войти в список ведущих стран мира по качеству общего образования. Во-вторых, достижение цифровой зрелости всей сферы образования. В-третьих, создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе как раз духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации. И самое главное, необходимо вовремя выявлять и развивать таланты подрастающего поколения. 1 августа региональный Минобраз стал Министерством просвещения и воспитания. По словам руководителей, сменилась не только вывеска, но и концепция. Теперь большое внимание оказывается личностному развитию детей. Не секрет, что педагогам пришлось не просто во время пандемии. Им предстояло подготовиться не только к обновлению образовательной программы. Мы готовились к плановому переходу, к использованию цифры. И действительно, мы идем по этому пути. Но ситуация сложилась так, что мы должны быстро, мгновенно перестраиваться и понимать, что дистанционное обучение останется с нами, но никогда не заменит классического образования. Академическую программу с легкостью разбавит технологии будущего. На форуме представили новейшего робота от российских разработчиков. Киборг с искусственным интеллектом пообщался с прессой. Неизвестно, насколько сильна его эрудиция, зато с чувством юмора все в порядке. Придет ли этот робот преподавать в нашу школу, остается вопросом. Но онлайн-платформа учи.ру точно войдет в обиход ульяновских школьников. У научных деятелей уже созрел новый проект. Ученики с 1 по 11 класс могут позаниматься математикой, интерактивной форме. Учителя смогут отслеживать статистику в режиме реального времени. Администрация города получит городов, получит доступ к статистике учеников в реальном времени. Форум образования и пространства возможностей проходит ежегодно. Кроме дискуссий, демонстраций и разработок на мероприятии традиционно проходит выставка. Школьная форма от местных дизайнеров и робототехника от маленьких инженеров представлены публике. Форум продлится до октября этого года. Виктория Черкова, Данил Сурков. Новости Управды ТВ. Данил Сурков. Новости Управды ТВ.